Мол, он будет защищать как нечто частное, а нечто общее. И не надо, мол, подменять одно другим, осуществлять ложное сопряжение. Что это значит применительно к тому, что мы рассматриваем теперь? Вы, вводя новый ник, должны сказать, не заради земли свято-русской, не заради родины, а заради развития. Тогда вас попросят объяснить, что это такое. Кто будет объяснять и на каком языке? Это полностью определяется вашим активом. Как политическим, так и административным. Полюбить можно лишь узнаваемое. И в узнаваемости своей находящий отклик в душе. В недрах нынешнего незастой должны найтись люди, адекватные темы развития. И обсуждающие ее серьезно, профессионально и страстно. Страсть это не истерика, не пафос, не трескучий болтанья. Русская классика давно тут все определила с абсолютной точностью. Я знал одну лишь дума-власть, одну напламенную страсть. Где дума-власть, там и страсть. Человек может быть сух и конкретен. Но при этом абсолютно сосредоточен на этой главной и единственной думе. А раз так сосредоточен, то серьезен. Это можно уподобить огню. Когда огня, что называется, да и больше, общество напоминает кипящую лаву. Когда огня становится меньше, с общества не происходит то же, что и с этой лавы. Остывая, она покрывается коркой. Или коростой. Это остывшая, короста, корка, и представляет собой застой. Чем толще корка, тем всепобедительнее застой. Пока под коркой есть огонь, окончательная победа застой невозможна. Но при очень толстых корках лава меняет качество. Она сама, не корка, а лавовый остаток, наполняется ядовитыми газами, другими продуктами подкорочного метаболизма. Борясь с застоем, вы пробиваете корку, пусть выйдет лава. А лава-то уже того, в этом одна из тайн так называемой перестройки. Но об этом позже. Сейчас о коре застоя. В ней самой нет огня серьезности, страстности, глубины. Но под ней огонь еще теплится. Под коркой Брежневского застоя была, например, не до конца остывшая советская проектная лава. И пока она была, пока шло от нее какое-то остаточное тепло, даже не хватавшие звезд с неба аппаратчики могли говорить на языке амбицию развития. Языке, хранящем память об этом самом огне. А были тогда и другие люди, люди огня. Они философы, системщики, технократы, деятели культуры страстные серьезно говорили об амбициях развития, считая себя частью миропроектного целого, несущего огонь развития человечеству. И все это как-то соотносилось с огнем. Мне скажут, что амбиции штука не безусловная. И что чем скромнее, тем лучше. Не спорю, скромность это одно из драгоценных человеческих качеств. Но радом с ним не только его антагонист, чванство, важничание, но и двойник. Отсутствие уважения к себе. И не только к себе, но и к тому, чем ты занимаешься. Преснопамятная шутка застойных лет. Ранний репрессанс, поздний реабилитанс и суссириализм. Коросты это сился на нужную тему. Хрущев у гласти одна тема, прежних другая. Переход от одной темы к другой осуществляется на раз. Разговор же на любую тему ведется на этом самом суссу языке. Потому что никакого интереса к теме нет. Есть интерес к чему угодно другому карьере, интригам. Но только не к теме. Когда о родине говорят на языке суссу, это может сойти, поскольку и без слов, даже вопреки им, родина тело однина. И тем не менее, сусси по поводу родины это суссу-стабилизанс. Что такое суссу-стабилизанс мы знаем. Знаем, как вдруг обнаружили в себе непоколебимых патриотов и даже националистов люди, которые перед этим говорили о патриотизме, а уж о национализме тем более, с отвращением и ненавистью. Если суссу-развитанц заменит суссу-стабилизанс, то развития не будет. А в силу специфики тематики развития будет очень быстро и сокрушительная фиаско.